Сегодняшняя тема В интернете рассказали о самом тучном подростке из Волгограда, который с помощью диеты физически упражнений сбросил 76 килограммов и теперь весит 108 килограмм. Редкое генетическое заболевание заставляет его ежеминутно бороться с чувством голода, потому что ему незнакомо чувство насыщения. Два года назад мальчик с трудом перемещался по квартире, а в прошлом году застрял в ванной, из которой его пришлось вытаскивать с помощью подсолнечного масла, пишет mail.ru. Поэтому врачи разработали для него специальную диету и подобрали физические упражнения. Синдром Прадера-Вилли встречается у одного из 10 тысяч новорожденных. Теперь этот недуг занесен в перечень орфанных, редких, заболеваний Минздравсоцразвития. Из 57 тысяч детей, родившихся в Петербурге, синдромом Прадера-Вилли страдают всего три ребенка младшего и старшего возраста. Болезнь возникает из-за поломки в 15-й отцовской хромосоме, и по наследству не передается, рассказывает главный врач медико-генетического центра Ольга Романенко. Дети с синдромом Прадера-Вилли имеют не только повышенный аппетит, но и аномальное строение тела, маленькие руки и ноги с узкими пальцами, миндалевидные глаза. Характерной чертой заболевания является гипогонадизм, который у мальчиков проявляется в виде неопущения и речек. Заболевание диагностируется по клиническим симптомам. Сегодня не существует специфических методов лечения болезни, но есть лечебные мероприятия, которые позволяют улучшить качество жизни больных. В детстве это массажи, занятия с логопедом, наблюдение у диетолога, эндокринолога, прием гормонов роста и хирургическое или гормональное лечение гипогонадизма. Нина Башкирова.